Как же злоумышленники получают доступ к аккаунтам или учетным записям? Есть разные способы. Кто-то применяет самый банальный метод перебора, или как его еще называют, brute force. В этом мошенникам помогают программы-боты. Они просто перебирают символы или, чтобы было быстрее, проверяют пароли по специальным словарям для взломщиков. В них ходят популярные пароли типа «1234», «Кверти» и обычные слова или фразы из разных языков «Привет», «I love you» и так далее. Увы, многие люди используют для своих аккаунтов именно такую ненадежную защиту. Другой способ получить пароль — перехватить его. Для этого подходят, например, Wi-Fi-сети в кафе или парках. Публичный Wi-Fi очень часто устроен так, что в нем ваши данные может увидеть любой, кто подключился к сети. А подключиться может тоже любой, в том числе злоумышленник. Еще мошенники нередко восстанавливают пароль вместо пользователя, например, по секретному вопросу. Найти на него ответ бывает совсем несложно в той же соцсети. Вспомните об этом, если захотите рассказать друзьям ВКонтакте о своей любимой компьютерной игре, а потом сделать это секретным вопросом в почте. Да и вообще, лучше выбирать для восстановления доступа более надежные способы. Скажем, код в SMS. Наконец, самые хитрые добиваются того, что пользователи сами по доброй воле отдают им свои логины и пароли. Все, что для этого нужно, — выдать себя за какой-нибудь известный сервис или организацию. Допустим, прислать письмо от имени банка и попросить человека пароль от онлайн-кабинета, якобы для решения технических проблем. Или показать окошко авторизации, нарисованное в стиле популярного сервиса, мол, у вас новые сообщения, авторизуйтесь, чтобы прочитать. Такой способ обмана называется фишингом, то есть рыбалкой по-английски. Пользователь, ничего не подозревая, клюет на удочку, и его личные данные отправляются прямиком к самозванцам. Но даже их можно перехитрить. Как именно, вы узнаете дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова